СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ 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 СОЮЗ НЕРУШИМЫ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ Да, малую часть из этих возможностей. Но я попросил взять с собой такой инструмент, который называется ZERP. По мере необходимости я буду стучать по нему. А что это за инструмент? Ну, это ударный инструмент. Как только нужно будет, пожалуйста, потому что иногда... Я думаю, что мы обойдемся, пока... Ну, варианты, в общем, скажешь. В общем, скажите, есть у нас рояль в кустах или как там... Для зрителей YouTube можно показать его, чтобы вы видели, как он выглядит. Называется ZERP. ZERP называется. ZERP, это вообще слово само ZERP, называется удар. И по нему и пошло название ударный инструмент. Он тоже один из древних инструментов. Он очень... Знаете, вот танец живота. Да, обычно без музыки, но под стук этого инструмента можно танцевать. Танец живота вполне. Ловить ритмы. То есть он выдает, конечно, звук необычный. Так что кто хочет, может танцевать. Вот, но... Можно я немножко скажу? Да, пожалуйста. Я, прошу прощения, я присоединюсь к соболезнованиям, которые семья принесла. Вот утрату такую большую, конечно, огромную. И 19-й год вообще, он знаменательный остался для азербайджанцев, для нашей диаспоры. Если слышали, по-моему, пять человек погибло в свече. Где-то там. То есть мы жертвы приносим, конечно, невыносимые. То есть это на нашу долю упало, конечно, в 19-м году очень страшное. Что молодые ребята, неженаты... Но тоже ДТП, да, было? Нет, там пожар был. Да, всем родственникам, всем близким, всем нашим, вот всей нашей диаспоре, всем соболезнованиям, всем друзьям. Мы были на кладбище у Эленора Брата, да. И русские ребята, все друзья его пришли и провожали его в последний путь. Очень трогательно, конечно, все это было. И семья молодцы, что они держатся, и дай бы, чтобы таких утрат у нас было поменьше. Да. Но, Джейгон, все равно мы переходим к нашей передаче уже, да, и поэтому... Я хотел еще заметить по ударному инструменту, хотел сказать, у наших хоть дитар, но все мы знаем, что у любого народа, у древних народов самый главный инструмент, это всегда был ударный инструмент, который созывал или к празднику, или к войне. Без ритма никуда. Он созывал, люди не могут передать, у нас там мобильных телефонов не было, смс-ки там не было, что пейджики. Только звуки или костры, это знаменовали то, что что-то произошло. То есть у нас в Азербайджане, если кто-то поедет, могут навестить гавалдаш. И если вы услышите сегодня звук этого зарба, зарб этот, вот именно этот инструмент, он приближен по озвучанию под этот гавалдаш. Это скала, это камень, по которому ударный инструмент, народные артисты, им позволяется там... Это музей. Играть. Музей под небом. И на нем два камня есть, по которым по нему бьешь, и он практически, конечно, звук дает, он не передать словами, но зарб приблизительно дает якобы такой звук. То есть приблизительно. Но, по крайней мере, я вот хотел, чтобы слушатели знали об этом, что такое зарб, откуда он, что и как, и звук почему-то этот необычный, в отличие от других барабанов. Но мы сегодня передачу посвящаем все-таки тару, народному азербайджанскому инструменту. А зарб это сопровождение. Ну нет, я просто зарб появился, если он, я хотел, чтобы вы о нем знали, потому что это тоже народный инструмент. И не только у Азербайджана, он еще и присутствует в восточных странах. Восточных странах, да, Азия вся под ритмом этого танцует, и все. И все знаменательные события без него не обходятся. Как говорят, два инструмента, да, зурна и гавал. Да, 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 зурна и гавал, совершенно верно. И все, и можно играть свадьбу. И, значит, в прошлый раз мы показали возможность титара... Такие народные мы композиции исполняли. Да, народные азербайджанские композиции, в том числе мугам исполняли. Я думаю, что мы сегодня, наверное, услышим что-то еще из народных азербайджанских. Значит, мелодии. А сейчас, так как после того, как нам не хватило времени и после передачи первой, значит, Джейгун тут нам начал показывать... Нет, ну... Возможности... То мы договорились, что мы встретимся в части второй передачи, которая посвящена тару, азербайджанскому народному инструменту, уже и послушаем, как звучит классика на таре. И поэтому сегодня вот этот дуэт великолепный, дуэт, великолепная двойка, значит, покажет нам, как звучат классические произведения, композиции на таре. И Станиславу спасибо, значит, что он сегодня с нами. Ну, да, и начнем с Моцарта. Начнем с Моцарта. Это ронда в турецком стиле, или турецкая ронда. Это финал сонаты фортепианный, ля-мажор. Но вот пока подстройка идет, тар — своеобразный инструмент. Я так понимаю, что их несколько должно быть. Мы на первой передаче затрагивали эту тему, что начало было положено дютар, это древний. А ты сетар, джагартар, пянчтар, шештар. А это уже чисто азербайджанский инструмент. Ну, у меня здесь одна случилась дополнительная сложность. Он настроен выше на полтона, чем мне надо. Поэтому я сейчас играю не в той тональности, в которой привычно. Но это, тем не менее, неважно. Я бы хотел заметить, в контексте именно этого затронули раз тему, что вы умеете играть студентам, которые увиливают с уроков гармонии, не хотят играть очень много часов модуляции, каденции. Они должны теперь почувствовать, что приходит день, когда это надо проявить себя. И вот только получивший нормальный, который старался, сидел, играл, не ленился, не убегал, не увиливал, вот тот сможет всегда себя спасти. Кто не прогуливал? Кто не прогуливал? Да, это в молодые годы надо делать, конечно. Ну что, готов, да. Я просто к тому, что, если кто услышит, дескать, тональность не та, у кого абсолютный слух, Ну, у нас на общее ознакомление. Так и звучит. И прошу прощения, в моей игре тоже, как бы, не ищите изъянов. Это показатель просто чисто такой. Давайте, мастера, вперед. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Играю со смычком Добавил DimaTorzok Да, да. И там очень много композиций. И там есть композиции, где три, например, там есть композиции, где три мастера играют там из Соединённых Штатов, из Испании, и имам Ярхасанов, они играют, собственно говоря, джаз. Великолепно звучит. Если речь идет о, если там, ну, люди, которые не имеют отношения к нашей диаспоре, скажем так, если азербайджанцы, конечно же, никто никогда не изменит своему вкусу бы он слушать кого-то, если есть Хабель Алиев, Габель Алиев. То есть я скажу так, потому что Габель Алиев это легенда, это Кяманша, которая у него в руках, говорят, плачет. То есть это палка четыре струны, но она плачет у него в руках. То есть никогда, вот если вы послушаете Габель Алиева, если вы когда-нибудь, если захотите послушать, человеческий голос, вы, если отвернетесь, вы будете думать, что человек поет. То есть и самое главное, Кяманша или скрипка, ну, скрипка менее, конечно, но Кяманша, звук Кяманчи более приближен к голосу, к тембру человека. То есть звуки... То есть вы будете плакать вместе с Кяманчой. Ну, давай, у нас все-таки новогодняя передача, мы не будем плакать вместе с Кяманчой, да? Вот, а все-таки вопросы, вот у вас был ансамбль народных инструментов, и в репертуаре этого ансамбля... Да, конечно, была классика. Классика, она всегда присутствовала, и мы играли, я сейчас не могу, ну, все произведения, которые композиторы или там даже исполнители сами создавали эту партитуру там, то есть разбивали, разбивку делали, давали, раздавали, и вот давайте попробуем еще это сыграть. То есть импровизация была со стороны учителя, насколько был интересен учитель, настолько нам было интересно, мы играли всегда. Но самое главное, оркестр народных инструментов или ансамбль народных инструментов, ну, если мы возьмем оркестр, я всегда с солистом сидел. То есть мы были первым пультом, я или сидел с солистом, или сидел рядом, то есть я не вышел, я только единственный такой же, что отличником был. Нет, ребята лучше меня тоже есть, которые играли. Слушайте, а в чем разница? Кто в чем был силен? В чем разница между словом оркестр и ансамбль? Самодель. Извините, что я задаю. Ну, оркестр по нотам? Нет, в количестве просто участников. Участники. То есть в ансамбле меньше, чем в оркестре? В ансамбле, да. Оркестр все-таки придерживается менее импровизации, меньше можно сделать. А, скажем, если затронем тему нашего Мугама или наших ансамблей, Бахрам Мансуров, вот один из таристов 20 века, то есть он родился... Ну, великих таристов. Великих таристов, вообще семья их поколения. Ну, до него, конечно, был уже, просветал, уже давал о себе знать Узьего Джебеков, который переложил буквально... Это азербайджанский композитор, кто не знает, да. Мы на той передаче рассказывали, да, что первая опера, которую он написал на Востоке... Многие из кавказские композиторы потом по его как бы наследию шли и писали свои какие-то произведения. Кто-то копировал, кто-то там... Это есть, да. И вот Бахрам Мансуров, он один из первых, кто создал ансамбль, где в ансамбле он разрешил в буквальном смысле всем инструментам импровизацию. То есть у них была своя минута славы, где они, где ансамбль немножко там пиано и играет какой-то инструмент. Или это будет кларнет, или это будет габой, или это будет зарп, или нагара, или пианисту даются возможности. То есть, понимаете, это зависит от вкуса самого, от видения. То есть человек решил, что вот так. И маленький экскурс. В Лейли Меджнуни есть антракты. Лейли Меджнуни – это поэма, одна из великих поэм. Которую написали Физули и Низами. Они разные поэмы написали, но свои каждые. И на базе этой поэмы Узиэр Гаджебеков написал, как это назвать, пьесу или оперу. И балет есть, кстати. Написал оперу. Эта опера написана в 1900, если мне память не изменяет, в 2008 году. До революции еще, до октябрьских событий. Да, но Узиэр Гаджебеков его написал. И там же, видите, как он переложил то, что он знал. Он сам ходил в медресе и смотрел, как молитва поется. И он из молитвы даже брал некоторые вот эти вот интонации, интонации. Перекладывал, но он их именно перекладывал на ноты. Я напомню, Аня, что у нас было здесь, помните, пение в Коране передачи. И как ребята здесь, читая Коран, пели его практически. Мы объясняли, почему и откуда что. Да, я тоже, когда в этом участии бываю, я всегда слушаю. Мне нравится слушать Азанг, но именно мне слушать интонацию. Понимаете, у каждого народа есть своя интонация. Я ищу всегда интонацию, азербайджанскую интонацию. Потому что если величие меня и мне до него не дорасти, это я уже точно знаю. Но Узиэр Гаджебеков, если в маленьком возрасте, если ходил, и это он... Потому что семья была вся образованная. Понимаете, люди не тратили свое время просто так. Они что-то искали. И находя это, они давали обратно народу. Взял у народа, вернул народу. Так получается, что человек создал пьесу, перенес ее на нотный стан, раздал. Люди играют. Сколько лет играли? До того, как Бахран Мансуров пришел и начал с солистом в театре оперы и балета, играли по шаблону. Но в один момент Бахран Мансуров берет, начинает импровизацию. Между антрактами там игралась, ну, часть там Мугама игралась, но как бы она уже приелась. То есть можно, знаете, как одно и то же. Ну, нельзя сказать про Мугам, нельзя сказать приелась. Нет, ну, музыкант, Станислав меня поймет. Ты когда одно и то же играешь, вот я даже сейчас играл. В смысле, музыканту приелась. Да, да. Но не слушателю. Не-не-не-не. Слушатели-то меняются. Слушатели меняются, а музыканты одно и то же играют. Одно и то же, конечно. Слушный же. Когда он сделал Манады Мухалиф и следом он перенес это саранж, это часть Мугамы, он это сыграл, Узриго Баджипеков сидел в этом, он сидел в фойе, он говорит, слушайте, ну-ка дайте мне этого смельчака, кто это сделал? Ну-ка быстренько найдите мне его. И у кого-то, который сам, ну-ка постановщик, он говорит, это не мы, это вот новичок, это Баграм, он подошел к нему и сказал ему, что ты, говорит, парень, молодец, вот держи тебе 20 монатов, это твой щеренли. То есть это тебе как подарок, благодарность того, что ты смельчак за смелость, я тебя вознаграждаю, вознаграждение такое, человек как бы вроде как одинаково играл. Скажи, пожалуйста, а ты пробовал на Таре играть русские народные? Ну, у нас в студенческие годы были такие идеи. У тебя сейчас нет ничего такого? Я не знаю, откуда, вот я когда читаю вот наших вот великих, вот Узрия Гаджибекова, да, татарская русская школа. Баграм Мансуров, татарская русская школа, понимаете? Я не знаю, почему, вот не надо, вот я не могу, я хочу, вот меня тянет вот в политику, понимаете? Не надо. Да, вот поэтому я не хочу. Понимаете, вот, ну, все есть, и русскому народу тоже можно играть, но ее пропагандировать надо, ведь русскому народу, чтобы сыграть, я должен ее слушать. Да, конечно. Вот если я бы слушал целыми днями, я не могу, вот это, я когда включаю, я слушаю, там, во-первых, там 90% можно выкидывать, тех, кто в эфир выпускают, вот центральное телевидение. Это правда. Там слушать там нечего, там тоника, субдоминанты, доминанты, и закончили, закрыли тему. Это правда. Дело не в тонике доминанты, дело в художественном образе, который, да, на нуле. Понимаете, народные должны о народе... Есть образы, которые образами это нельзя называть. Да, и воплощение, соответственно. Мне кажется, это конвейер. Если народную музыку играть, она должна о народе говорить. Да, конечно. Это к русской музыке не имеет никакого отношения. Да, да. Ну, а так я играл барыня, судариня, что-то такое вот. Барыня-барыня. Пару аккордов там играли, ну... Окей. Ну, давайте еще продемонстрируем. Подождите, вот прежде, чтобы не прерываться, мы сейчас тогда сходим на рекламу на полторы минуты и вернемся к нашим гостям в студии. Договорились. Джейхун Мамедов и Станислав Хусейнов в нашей студии. У нас часть вторая программы о таре, азербайджанском музыкальном инструменте. Народном музыкальном инструменте. Да, но сегодня... Древнем инструменте. Но сегодня мы говорим о том, как народные инструменты вплетаются в дуэты и в ансамбли, и в оркестры. Да, и как на таре играется классическая музыка. Потому что не говоря, мы уже тут пообсуждали, что тар можно и в джаз включить там этнический, что на таре можно русскую народную сыграть, так сказать. Я думаю, что у нас будет часть третья, часть четвертая наших передач. И, наверное, мы там и русскую народную сыграем, и попробуем джазовые композиции какие-то там включить. О, смотрите, видите? А, это вот знакомые. Вот это так. Вот, да, это вот Джейхун нам продемонстрировал, что это все возможно. И, ну давайте насладимся еще как бы классической музыкой. Ну, вообще-то звучание получается не совсем традиционное для классической музыки. Очень много идет шлейфа от звука. Это просто необычно. Ну, к этому надо привыкнуть. Да, к этому надо привыкнуть. Может быть, кто-то будет и плеваться, дескать, что вы тут нам поганите. Да. Классику Моцарта и Баха. Может быть, и так, но своеобразие какое-то есть все равно. Мы сейчас исполним, вернее, я только подыграю. Джейхун. Джейхун. Исполнить Чардаш Монти. Известная такая композиция, которая... Ну, скажем, что для скрипки, да? Это все произведение для скрипки. Ну, и на скрипке, и на гитаре ее играли. И в саксофонах тоже играл. И на аккордеоне некоторые на балалайче играли. Да, вот. Ну, основной такой скрипичный вариант. Чардаш все-таки это венгерские корни у этого танца. Да, это танец венгерского происхождения. Ну, и попробуем сейчас. Готов? Готово. 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Аплодируем, да, нашим исполнителям, нашим гостям, замечательным. У меня, по ходу, возникает такой вопрос. Смотрите, вот универсальный инструмент-то. Ну, почти. Так, сейчас такая. Интересно. Как мы можем вот... Не будем хвалить, хвастаться. Инструмент, конечно, необычный. То есть я вот сколько лет играю на нем, с перерывом, конечно. Я чуть не 20 лет не подходил к нему. Да, вы рассказывали в прошлый раз. Я вот буквально с июля месяц, как я съездил, с августа. Как привезли? Ну да, вот и дома больше свободного времени появилось. Играл, занимался. Ну, у меня просто единственных нот нету, чтобы более так там и взять и переложить. Я могу и переложить, скажем, какие-то там произведения сам. Но это надо как-то, знаете, как, чтобы... Этим надо заниматься. Ну, конечно, да. Вспышка что-то была, да, заниматься надо этим. А можно как-то вообще задуматься, как это сделать, что, может быть, нужно какие-то там классы ТАРа попробовать там организовать в Кирове? Ну, это уже... Это насколько это вообще... Я, правда, плохо представляю, насколько это серьезно. Ну, спрос... Станислав, наверное, знает, кивает головой, но... Нет, это просто сложно. Вот в этой замкнутой среде, в азербайджанской диаспоре, это, наверное, будет возможно. Вот. Вот за пределы это просто сразу же трудно. Сразу же трудно будет, да? Да. Ну, кто-то из друзей у вас может увлечься и потихонечку так, может быть, вот. Но это не быстро, это очень не быстро. Ну, понятно. А взрослому человеку вообще вот реально научиться играть, у которого нет каких-то там, ну, основ, базиса какого-то, да, музыкального образования? Можно, можно, за все можно браться. Понимаете? Не, вам хорошо говорить, вы же учились. Да, и так, человек будет учиться тоже. Девять лет учился. Да, да, да. Человек, если будет учиться, скажем, в 40 лет начнет учиться, так он пускай учится в 18 лет. До конца своих дней пускай. Я сам до сих пор учусь. Я сам до сих пор учусь. Что-то слушаешь, что-то подслушиваешь, что-то крадешь. Как сказали цап-царап. Ну, делаешь и начинаешь как бы с чего-то. Ну, ближе всего этот инструмент гитаристам. Поэтому вот с гитарой переключиться еще можно. У кого есть опыт уже, да, какой-то? Да, да, да. Если вот, и то, и то здесь очень забавная конструкция инструмента. Нет, ну, если иметь, если иметь, тем более, что струн-то не... Не шесть, не четыре, да, а одиннадцать. Все-таки он считается ударным инструментом. Этот инструмент считается ударным инструментом, это медиатор, которым бьешь, по нему и играешь. Сказал Джейн. Тар – это ударный инструмент. Поэтому, да, гитаристы, которые играют медиатором, для них-то этот как раз не вопрос. Да, для Зинчука это не вопрос. Вопрос конструкции, вопрос настройки. Вот, и поэтому что-то от электрогитары, например, что-то от классической гитары. От классической гитары саму вот эта возможность играния больше аккордами, может быть, даже мелодии с аккомпанементом сразу же, да? Конечно, сопровождение. Здесь другое. Азербайджанская музыка, она больше все-таки монодийна. Этническая музыка. Она, в ней мелодия, в первую очередь. А гармонии, они обычно не нужны. Эта музыка одноголосная изначально. Поэтому мугам культурное наследие признает. Нету бога, кроме Аллаха. Я к этому веду. Поэтому одноголосная музыка здесь. С первой передачи, если помните, да, что мугам с детства надо слушать, надо... Впитывать надо. Впитывать, понимаете, свадьбы, праздники, телевидение, радио. Дейхон, вот подтверждение слов еще раз напомни, что все-таки вот азербайджанская музыка, мугам, основная музыка. Это однозначно. Что это все-таки какая музыка? Одноголосная? Это одноголосная. Монодия, да. Монодия, одноголосия. И это в традициях большинства арабской музыки, индийской музыки, даже еврейской музыки, наверное, да. Потому что, когда слушаешь популярную, например, японскую музыку, популярную, которая ориентируется на западные образцы, это очень смешно выглядит. Это настолько примитивно. То же самое с арабской музыкой. Мы можем тоже говорить. Когда она пытается ассимилироваться... Когда она неорганично, да? ...в многоголосие европейское, вот здесь начинается просто проблема. Вот смотрите, она этническая. Она полностью принадлежит. Здесь другой подход. Я не скажу, что такого не может быть. И в Европе очень много именно национального колорита несут одноголосные напевы. Интерес есть. Интерес к нашей музыке. Я думаю, что что-то между этим находится, например, извини, что-то между этим, наверное, находится, скажем, итальянская народная музыка. Ну, в ней есть все-таки аккомпанемент. Все равно там есть аккомпанемент. Я прошу прощения, у нас минута остается до конца эфира. Я вижу, что Джейхун хочет сказать... В хоровом пении мы не сильны. Это Грузия, если заметили. В инструментальной музыке у них... Назовите, когда вот инструментальщики... Нет, у нас их много. Но мы в хоровом пении уступаем. Но вопрос в другом, что... Нашу музыку все равно воспринимают... Если в Польшу, если ездили наши гастролеры, это 19 век, они ездили в театре, театр, представление идет, вызывают, во время антракта дают 15 минут, как наша короткая передача, дают 15 минут, чтобы сыграли. Все, люди вроде как так стоят. Антракт продлился два часа. Понимаете? Вот наше трио, певец, кяманча и тарист, так сыграли, что поляки не захотели... Они забыли тему театра, спектакля. Они забыли, зачем пришли, да. Да, Лизон, давай заканчивать будем под твою, как бы... Сыграйте что-нибудь. Уже не усадеваем. Да, да, уже все, уже практически закрываться должны. Вот сейчас как раз на... На звучании Тара мы как раз нашу передачу будем завершать. На звучании великого Тара. Благодарим. Спасибо нашим гостям. Чайфуну Мамедову и Станиславу Пустоинову. И завершаем программу «Союз нерушимый». Да, мы, кстати, Замальевичем прощаемся. Спасибо. До свидания. Союз нерушимый.